При помощи прошлых видео про обиды я хотела до вас донести одну самую главную мысль. Вернее, чтобы это возникло у вас даже на уровне эмоционального понимания. Что если вы обижаетесь, то это не значит, что вы просто хотите быть любимым. А это значит, что вы хотите быть любимым именно как дочка или как сыночек. То есть вы хотите быть любимым именно детским вот этим вот способом, образом, когда вас в детстве недолюбили. И именно это вызывает у вас сосущее чувство грусти, печали, тоски, одиночества. И именно это делает вас несчастными. И именно поэтому обидам мы должны объявить бойкот. И отказаться только от желания быть любимым именно таким образом. И оставить его в детстве, оставить его в прошлом, потому что это для детей. А сейчас, по мере того, как вы взрослеете, вы можете быть любимым. Но вы можете быть любимым как жена, вы можете быть любимым как муж, как друг. Вы можете быть любимым как мама или как папа. И это гораздо интереснее, потому что это новые виды, формы любви. И только они сейчас могут сделать вас счастливыми, вашу жизнь полнокровной, а вас удовлетворенными. И после того, как у вас это понимание произойдет, у вас уже эта рана начнет затягиваться. И вы не будете проваливаться в эту депрессулечку постоянно. Потому что сейчас, когда вы обижаетесь, вам кажется, что только сто процентов ваших потребностей не удовлетворяется. А на самом-то деле даже двести, и когда вы от этого прошлого откажетесь, он у вас как блок от космического корабля отвалится и улетит в космос, то тогда вам как раз подойдет вот это вот сто процентов читерское, элементарное и очень-очень домашнее упражнение. Если рядом с вами есть партнер, который не понимает, чего вы от него хотите, а вы сами не можете ему это объяснить, и только ходите молча, ходите обижаетесь, нудите, грустите и так далее, то что же нам надо с вами сделать? Это упражнение придумал мой муж. И вспомнила я про него, когда из залежи из окромов достала старенькую-старенькую такую тетрадочку, в которой написан список «Любовь для Жени». Мы его составляли очень давно, вот это года три назад, мне были свойственны обиды. Когда я обижалась, я сама помню, у меня было такое чувство, что чего-то мне не хватает, какие-то потребности мои не удовлетворены, и когда это происходило, вот эта точка, я чувствовала недовольство, но сама я не могла ничего объяснить. Я вокруг своего мужа ходила, нудила, 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 что-то какой-то такой, какой-то абстрактный такой разводняк наводила, но он ничего не мог понять. И он же у меня психолог был. Он в один момент просто говорит, слушай, что ты хочешь конкретного, давай, объясни, все, я беру тетрадочку и записываю, давай, говори конкретно, что ты хочешь. И он написал тут наверху «Любовь для Жени». Я сажусь такая и думаю, блин, а реально, чего я хочу-то? Чего я хочу? Я начала такая, села, начала думать. Мы с ним сели и составили этот список. И вы можете составить этот список для себя, что в нем должно быть. Во-первых, хочу вас предупредить, что там не должно быть 13, 25, 53 пункта, максимум 5. Потому что, если вы будете своего партнера приучать, чтобы он учился разговаривать на вашем языке о любви, то он должен будет вырабатывать новые привычки. Если этих привычек будет слишком много, он за все сразу схватится и ничего не успеет. Поэтому эти привычки надо будет у него вырабатывать, во-первых, по одной, а во-вторых, их всего должно быть несколько. Да и у вас этих потребностей, самых главных, всего лишь только несколько основных. Если хотя бы даже из пяти три будут закрыты, поверьте, у вас будет уже такое чувство удовлетворенности отношениями, и вы будете себя чувствовать супер счастливыми. Дальше, как понять, что это за пункты? Что вы туда запишите? Как правильно любить Женю? Надо просто сидеть и думать, надо просто прислушаться, надо просто вспомнить. И все это будет очень-очень легко. Но потом вам станет смешно, насколько этот список выглядит у вас в голове. Это будут огромные разверзающиеся бездны чего-то супер абстрактного и сверхживотрепещущего. А по факту это будет, типа, я хочу, чтобы он пропылесосил раз в неделю, и раз в неделю сказал мне, что ему приготовить поесть. Так, давайте посмотрим, что же получилось в моем списке, когда я три года назад примерно чувствовала себя не совсем удовлетворенной. Я вам должна сказать, что сейчас я вообще настолько полностью, абсолютно полностью удовлетворена тем, как себя ведет мой муж со мной, что мне просто не на что пожаловаться вообще. Я не могу на него обидеться, даже если я буду высасывать это из пальца. Потому что этот список сработал. На первом месте помощь советам. То есть он у меня спрашивает, ну а что ты хочешь, чтобы я для тебя делал? И первое, я поняла, что когда мне грустно, плохо, тяжело, я запуталась, я не знаю, что мне делать, мне нужно, чтобы он мне подсказал, принял участие, заинтересованность какую-то в этом. Тут, посмотрите, помощь советам только если сама попросят. Потому что меня в детстве контролировали, и я не люблю, когда люди встревают вот с этими вот своими направляющими, какими-то ободрениями, в которых я не нуждаюсь. Потому что я очень люблю все делать по-своему. Но если я не знаю, как сделать, то мне очень нужна обратная связь. Поэтому тут формулировка очень важна, точная. Второе, чтобы он проявлял ко мне сексуальный интерес словом и делом. Обнимать, гладить и как можно больше говорить позитивных оценок. Когда я увидела сейчас этот пункт, я вообще была в полнейшем шоке, честно говоря. Потому что мне казалось, что мой муж на самом деле всегда это делал. Но, как оказалось, он это делал не всегда. И я думаю, что этот пункт появился тут именно после того, как я поняла, насколько важно друг другу словами именно давать позитивные оценки. Я уже говорила о том, что это было самое главное открытие в моей жизни, которое позволяет повысить самооценку, во-первых, человеку, а во-вторых, именно укрепляет отношения и делает их очень счастливыми. Третий пункт это материальная помощь. Это пункт очень общий. Он совершенно не развернутый, поэтому нужно его дополнительно еще развернуть. Он спрашивает, а что ты под этим подразумеваешь? И я думаю, а что я под этим подразумеваю? И вот что же это было. Первое. Один раз в день спросить, что надо сделать. Ну типа, Женя, привет, тебе сейчас помощь нужна или нет? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Может быть сходить в магазин, может быть вынести мусор, может быть еще что-то. Это очень круто, потому что я наши отношения с самого начала начинала так, что я делала все, то есть я чувствую заботу, заинтересованность и желание помочь от человека, если он интересуется и спрашивает. Второе. Создание уюта. Вот это вообще орачный момент, потому что когда мы только начинали встречаться с мужем, несмотря на то, что он архитектор по первому образованию, он очень шарит в дизайне, интерьерах, вообще во всем эстетике, он напрочь не понимал, что такое уют. И когда я его говорила, Сереж, я хочу, чтобы ты заботился об уюте в нашем доме, он говорил, что такое уют, что это вообще за слово такое непонятное. Вот сейчас, он буквально недавно, мы с ним что-то просто на какую-то отвлеченную тему говорили, он говорит, ну я хочу, чтобы было уютно. То есть видите, кто ищет, тот всегда найдет. И упорство, настойчивость, они побеждают. Я смогла объяснить моему мужу, что такое уют, интегрировать в него это понимание, и теперь он понимает. Но конкретно тогда под уютом я подразумевала это, чтобы он заботился и обращал внимание на то, чтобы у нас дома было чисто, тепло, то есть уютно. Но все-таки он не понимал, в чем это должно выражаться. Поэтому в скобочках у нас тут написано, что я бы хотела, чтобы он пылесосил один раз в неделю по выходным. И не просто пылесосил, но как бы и хотел это делать, потому что он должен был бы по идее, по моей задумке думать о том, чтобы у нас дома было находиться приятно. Следующий пункт это сходить в аптеку, когда я болею. У меня в семье мама врач, бабушка врач и даже прабабушка с другой стороны врач. У нас дома всегда, если ты болеешь, то к тебе выражают любовь именно в этот момент особым образом. Приносят чаек в постель, укрывают, бегут в аптеку, так ты чувствуешь, что тебя любят. А вот когда я болела, то мой муж на это наоборот реагировал негативно. Кстати, такое его отношение, оно мне сыграло на пользу. Потому что я вижу, что если мое поведение, когда я болею, не подкрепляется, то я начинаю болеть меньше. У меня вообще всю жизнь была цель болеть как можно меньше. И я ее, в принципе, достигла. Я сейчас вообще практически никогда не болею. Но все-таки, когда я пометила этот пункт и объяснила, почему это для меня важно, и мы обсудили наши опыты, которые у нас были в детстве, он начал ходить в аптеку и вообще даже делает это без пика. Я такая, что? Он сходил в аптеку? Я его даже не просила. А вот оно как сработало. Эти люди меняются в этих отдельных элементах и мелочах. Но если мы не вымучиваем из них это, а просто объясняем, почему нам это нужно. Поэтому ненасильственное общение, оно и является такой крутой темой. Потому что, когда ты объясняешь, почему это важно для тебя, почему это может улучшить твою жизнь, в подавляющем большинстве случаев все люди в твоем окружении соглашаются и хотят тебе сделать это. Потому что, на самом деле, это не так уж сложно. Но надо понимать просто, что это не является твоей прихотью. И, наконец, последним пунктом из материальной помощи было 1 раз в неделю сказать, что приготовить. Следующий пункт проявление нежности. Четвертый. Пожалеть, когда грустно и плохо. Он не понял, что я имела в виду. И в скобочках тут написано сказать, да ты бедненькая. Но в последнее время, когда мы общаемся, у нас уже возникло несколько таких дежурных коронных фраз. Типа, да они все козлы, да ничего страшного, не переживай там. И еще что-то, которое реально действует. Но самая прикольная фраза, это он начал говорить в шутку. Типа, когда что-то не получается, такая какая-то неудача. Вот я очень не люблю быть виноватой. Потому что, если у меня что-то не получается, то я думаю, значит, что я плохой человек. А он в этот момент подходит ко мне и говорит, прости меня, Женька. Я всегда во всем виновата перед тобой. И мы начинаем сразу угорать, смеяться. Я уже забываю про эти ситуации. Все становится очень классно, весело и легко. Потому что мы понимаем, что это совершенно иррациональная фраза. Но она мне почему-то доставляет такое огромное удовольствие. Я так рада, я просто... Это супер. То есть, ну, конечно, исполнение этих пунктов, это еще во многом и творческий процесс. А, еще тут, кстати, есть один пункт. Это подарки. Но сейчас он, после того, как я проработала вот эту свою тему с подарками, это для меня вообще уже стало неактуально. Видите, какой-то тупорылый список получился. То есть, вообще, на самом деле, то, как он выглядит по бытовушному, это совсем не то, как я себе представляла эту любовь. И очень сильно прошу вас обратить внимание на то, что в этом списке нет совершенно никаких пунктов, про то, чтобы там быть надежным, доказывать мне какими-то поступками свою любовь или еще, еще там чем-то. Потому что тут указаны ведь на самом-то деле только те потребности, которые не удовлетворяются, а огромное количество есть потребностей, которые в отношениях удовлетворяются. И это тоже надо замечать, ценить, благодарить за это и вообще испытывать счастье по поводу того, что у тебя такое в жизни есть. Поэтому, короче говоря, если вы хотите убить свои обиды навсегда, вам надо сесть, составить такой список, потом подойти к своему супругу, обсудить этот список вместе, зачитывать ему пункты. Если он говорит, я все равно еще по-прежнему не понимаю, то тогда нужно конкретизировать до тех пор, пока он не поймет. И только после того, как он скажет, ааа, теперь я понял, надо делать вот это, вот это, то есть вы ему объясняете вплоть до конкретных фраз, вплоть до конкретных просто действий. Там желательно должна быть указана чистота, или если вы хотите подарки, то стоимость этого подарка, чтобы он был сделан в виде сюрприза, или чтобы он сначала у вас спросил. Короче говоря, все-все-все-все прописывайте. Как вы знаете, вот перед BDSM игрой, обычно там люди обо всех деталях договариваются, чтобы это было комфортно, чтобы вот это вот делали, вот это вот не делали. Вот абсолютно то же самое и тут. И, конечно же, сейчас наверняка у вас возникнет такой уже предвосхищающий практический вопрос, а что же сделать с тем, если он начнет это делать, но я буду знать и понимать, что это я его как бы заставил, это не его личная идет инициатива, потому что это неискренне. Да, конечно, поначалу вы можете себя чувствовать так, что это неискренне, и видеть, что это заготовочка и это старание. Но это ни в коем случае не является неискренностью. Знаете почему? Потому что если он делает это ради вас, если он старается, то это и есть самое главное проявление искренности и любви. А потом, когда он это сделает два-три раза, вы забудете о том, что это были договоренности. Точно так же, как я забыла о существовании этого списка и просто стала счастливой. Спасибо большое всем моим патронам, донатерам. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ждите моих новых видео. Всем пока!